здравствуйте друзья и подписчики нашего канала как я и обещала сегодня я расскажу сделаю подкормку из лепестков пионов для будущего цветения то есть этой подкормкой нужно будет полить наши пионы после цветения вот они сейчас уже цвели для того чтобы на следующий год они очень хорошо снова цвели я уже собрала часть лепестков я сейчас покажу когда это нужно сделать как правильно нужно это делать собирать лепестки нужно в течение двух-трех дней когда идет осыпание лепестков цветка нужно делать это обязательно в сухую погоду лепесток должен быть сухой и собирать нужно не с земли которая пала которая чего держится можно собирать с разных цветов это роли неграде белый красный вот таким вот образом видите просто нужно посрывать со всех цветов лепестки вот эти значит из какого расчета делается это подкормка из расчета литровая банка лепестков на ведро воды потом чтобы поливать у кого нету много пионов и допустим один пион и расцвело всего несколько цветов тогда нужно собрать эти и сделать допустим на пол литровую банку лепестков на пол ведра воды на 5 литров воды еще хочу сказать сразу когда собираются эти лепестки делать нужно вот два-три дня собрали и сразу делать не нужно давать им усыхать и еще вот эти вот которые остаются от лепестков после нужно обрезать но чтобы пион дал цветение на следующий год я не обрезаю две трети оставляю или половина все это я не делаю я просто вот таким образом их срываю вот и все обрывается вот так но очень легко обрывается все остается нормальный куст и красиво кстати смотрится до конца лета подкормка это уникальный тем что делали ее в старину еще наши бабушки уж моя бабушка точно она мне они и поведала раньше не было в селах удобрений различных поэтому все что было под рукой люди из этого и делали удобрения как сделать эту подкормку и так лепестки собранные отсвевшие на литровую банку туго набитых лепестков вот они перед вами тут они из разных пионов значит я эти лепестки переложу в стеклянную емкость я беру бутылек на больше в трех литровый если у вас пол литровая баночка этих лепестков можно взять меньшую емкость желательно что это было стекло чтобы не это был ни пластмасс не железо я перелаживаю буду заливать теплой водой слегка теплой получается где-то третья часть бутыля теперь я заливаю лепестки теплой водой и закрываю крышкой и теперь вот такая подкормка будет стоять у меня при комнатной температуре где-то с неделю не меньше итак прошла неделя ровно семь дней сегодня уже восьмой подкормка готова вот она имеет такой вид вот такой темно-коричневый с красненкой но здесь были пионы и светлые и темные если будут одни пионы цвет будет посветлее еще хотел сказать за это время я один раз открывала бутыль и здесь вот эти вот лепестки верхние были без воды то есть вода впиталась в нижние лепестки поэтому обязательно тогда доливается вода я доливала деле теплой водой чтобы вот сейчас я открываю вот они практически вода наверху запах такой имеет интересный такой пионы немножко пахнут и как знаете огурцы вот такой интересный запах очень приятный так итак показала теперь переливаю в ведро беру пустое ведро и просто переливаю если кто-то брал меньше лепестков и делал на пол ветровую банку не на литровую а на пол ветровую значит так же точно переливаем но доливаем не на 10 литров а на 5 на пол ведра воды все пожалуй вот и все теперь беру чистую воду и довожу до 10 литров ну с огромного 10 литров вот и все подкормка готова это тоже заберем с собой сейчас значит когда подкармливать подкармливать надо сразу говорю от момента цветения то есть от последнего бутона должно пройти не меньше десяти ну крайнем случае 14-15 лет и дней раньше не надо только поливается пион а вот уже время прошло это где-то будет конец июня как сейчас и сейчас важно подкормить этой подкормкой наши пионы итак я иду в сад все питательные вещества сейчас идут в корень после цветения подкармливать нужно после двух недель от того как уже отцвели подкармливаю на влажную землю она полита видим да значит под каждый куст льется по 2 литры этой подкормки это литровая кружка значит льется прям в куст сейчас питается и еще одну залью значит две кружки у меня получится сразу хочу сказать после цветения обязательно вот эти все травы которые росли нужно убрать потому что сейчас стабильные поливы и подкормка и это все может взять трава нужно чтобы взял пион назад вот еще лью земля должна быть обязательно влажной на сухую землю это делать нельзя можно пожечь корни и только вместо тогда вместо пользы пион получит один вред как говорила моя бабушка пион кормит себя сам этой подкормкой все что шло кверху питательные вещества все которые были заложены в цветке они у нас сейчас ушли в воду в эту сделали подкормку и теперь они возвращаются назад в корень и все питательные вещества вот этих листьев все стебельки нужно стараться постараться сделать так чтобы это все сохранить до августа сентября и постепенно постепенно тогда листь желтеет стебель желтеет все уходит все питательные вещества все соки уходят в корень и закладывается цветочная почка на следующий год обязательно прорывается трава это в обязательном порядке следиться за этим потому что вот именно сорняк в это время очень много сил много питательных веществ вытягивает из почвы земли это нельзя допускать этого еще вот этой подкормки хватит уже на этот год для этих цветов теперь только я буду поливать эти цветы и больше ничего но когда придет осень я покажу уже в следующем видео как я их обрезаю как я их готовлю к зиме пока что только так значит вот этой подкормки хватает обычно на 5 кустов 10 литров значит по 2 литра на вкус значит на 5 кустов вот из такого расчета вот эти вот лепестки вот она для чего я сохранила значит они очень хорошо вот это вот она мокрая сейчас та самая мульчируют я просто вокруг куста обкладываю можно даже в куст оно хорошо держит влагу используется в виде мульчи значит это еще хорошо подкормку вот эту делать для пионов в пасмурную погоду подкормку когда намечается дождь или сразу после дождя даже можно во время такого небольшого дождя это делать это только пойдет на пользу в жаркую погоду подкормка это не рекомендуется лучше подождать 2-3 дня с ней ничего не случится просто процедить сделать ее в ведре и пусть постоит и так ребята кому понравилось мое видео лайк подписка на наш канал жду вас в нашем следующем видео о других цветах пока до скорой встречи